Хотелось как лучше, а получилось как получилось. Уборка снега в одном из жилых дворов Ноябрьска закончилась чуть ли не переворотом этого самого двора с ног на голову. Коммунальщики решили навести порядок, однако в итоге переломали скамейки и ограждения. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Машина в субботу была практически не выехать. Они так там расчистили, что эти горы остались. В общем, машина была заблокирована. Каждый брал лопату, если она у него была, это хорошо, что была. А если нет, хоть руками разгребай. Эти кадры жильцы дома по Советской 107 сделали в пятницу. Как говорится, картина маслом. Переломанные пополам скамейки, помятые ограждения, они, когда ровные металлические перила превратились в фигурные. Название сему шедевру – уборка снега во дворе. Работа получилась коллективной. Авторство – НЖСК-3. Кто-то, глядя на запись, посмеется, кто-то пожурит коммунальщиков. Но сами жильцы дома пережили шок. Ломать не строить. Вот привыкли, все поломаем, а потом построим. А вдруг это не заметят. С понедельника управляющая компания принялась на скорую руку устранять последствия такой вот уборки. Перила вроде бы заварили, ограждения тоже. А снег горками метров полтора высотой сложили прямо возле подъездов. Единственный вопрос, который беспокоит жильцов – кому за все это великолепие в итоге выставят счет. Сейчас начнет таяние снега, все, весь снег водой польется в подвал. Подвалы будут залиты. Пойдет запах с подвала. У нас он всегда цветет и запах бешеный. Тараканы, комары, всякая живность пойдет, будет развиваться. Опять мы должны будем, чтобы выкачать с подвала воду, это будет за счет жильцов. А пресс-курант здесь, к слову, не самый демократичный. Недавно жители двора выясняли, поскольку обойдется, например, расчистка снега напрямую через водителя трактора. Лично я подошел к нему и попросил почистить вот все, как положено. Он мне говорит, 350 за каждую стоянку. Я ему говорю, давай почистить, он нормальный, по 100 рублей хватит. Нет, 350, он даже не разговаривает. Вот здесь, вот возле кивочка, ты еще, вот, ребята, вот возьмите, ты еще попросил. Что-либо комментировать управляющая компания наотрез отказалась. Узнать удалось лишь то, что за свою «аккуратную» работу платить будет водитель автопогрузчика. А все, что было переломано, обещали восстановить. Кирилл Мигель, Александр Иванов, новости нашего города.